СРТС пробила отметку в 1000 пунктов впервые с 2009 года, а рубль продолжает ставить антирекорды. Сегодня мы видели и евро за 60, и доллар за 48. Потом, правда, российская валюта немного отыграла, но ее продолжает лихорадить. И все это после решения Центробанка в среду почти ее отпустить. Почти. В смысле, что интервенции теперь не могут превышать 350 миллионов долларов в день. Когда кончится паника на рынках? И кончится ли вообще? Поговорим прямо сейчас со специалистами. С нами на связи по скайпу Антон Сорока, аналитик инвестов-холдинга «Финам» и Николай Салабута, управляющий директор компании «Финам Менеджмент». Добрый день, приветствую вас. Слышите ли вы студию «Дождя»? Добрый день, все нормально. Ну, мой первый вопрос. Я понимаю, что прогнозы, тем более в столь нестабильной ситуации, ставить, наверное, в каком-то смысле неблагодарное занятие. Но, тем не менее, сколько, на ваш взгляд, Николай будет продолжаться вот это вот падение? И насколько оно связано напрямую или не напрямую с решением Центробанка отправить, по сути, руль в свободное плавание? Ну, знаете, сейчас ничего не связано ни с Центробанком, ни с руководством страны. Просто в связи с тем, что ввели санкции против России, надо выплатить долги, которые брали русские компании на Западе. И вот именно выплата этих долгов связана, точнее, с этими сделками связана как раз и рост доллара. Просто компания закрывает свои долги, покупает доллар, ела и расплачиваясь. На вес очень большой, долговой на вес очень большой. Ну, мы думаем, что... Почему Центробанк не вмешивается? Потому что его золотовалютных резервов не хватит, чтобы компенсировать, продать, точнее, столько нужно валюты, сколько нужно нашим корпорациям, для того, чтобы они рассчитались по долгам. Ну, вот, как бы здесь все стоят со стороны, смотрят на происходящее, не могут ничего поделать, по большому счету. Единственное, что можно сказать, что до Нового года это самое, все это дело реализуется. И, ну, как говорится... Алло? То есть, вам кажется, что до Нового года эта ситуация, вот эта вот ситуация свободного падения, она завершится? Да, мы думаем, что до Нового года весь этот навес со стороны покупателей сойдет на нет, и после Нового года уже пойдет некая стабилизация. Таким образом, мы все самое страшное должны пережить до Нового года. После Нового года уже начнется выздоровление экономики. Но это самое страшное, на самом деле, это реально очень страшно, потому что доллар, мы предполагаем, будет где-то стабилизироваться в районе 200 рублей. В районе 200 рублей? 150 до Нового года, и после Нового года, до марта месяца, еще слабый рост где-то до 200 рублей. Так, послушайте, извините, тогда хотел бы уточнить, вы говорите, что до Нового года все самое страшное произойдет, но между тем, вы говорите, что после Нового года он вырастет до 200 рублей. Не это ли самое страшное как раз? Нет, это не самое страшное, потому что Центральный банк уже будет понимать платложенный спрос на валюту, и он уже начнет процесс таргетирования, хоть и слабый, но уже начнет. Мы уже будем начинать понимать, когда это все дело закончится. То есть, там уже начнется нормальная плановая работа со стороны регулятора. То есть, сейчас просто все стоят со стороны и смотрят, до какого уровня все это дело рухнет, да, и никак не могут в это вмешаться. То тогда уже начнется уже понимание, как с этим можно совладать. Что ж, спасибо Николай, Николай Салабут, управляющий директором компании «Финам Менеджмент». К сожалению, не удалось нам наладить связь с Антоном Сорохом, но я думаю, что в течение наших выпусков мы еще с ним обязательно свяжемся. На этом у меня пока все. В 14 часов смотрите «Летучку» на дождепрямом эфире. Я вернусь с новостями в 15 часов. Оставайтесь с нами.